Последний день лета Всем огромный привет! Я хочу поздравить вас с первым сентября и сказать вам не грустите, не отчаивайтесь, потому что ничего в этом какого нет. Учиться это приятно, полезно. Желаю вам хорошего учебного года и хочу сейчас представить вашему вниманию видео back to school. Вы уже знаете, что я концтоварный маньяк, я обожаю блокноты, ежедневники, планеры, эти кратки и все в таком духе. И сейчас я вам покажу, какие есть концтовары в Америке. Сейчас мы зайдем аж в целых три магазина, где все это есть, я вам все покажу и что-то из этого куплю и потом в конце сделаю на это все обзор. Итак, магазин номер один, World Market. Погнали! Этот магазин мне посоветовала Руслана Джиена, сказала, здесь много всяких приколюх. Но помимо этого, как вы видите, здесь всякий есть декор и прочее. Я уже нашла то, что здесь. Обожаю. Вот это тоже. Это на самом деле очень удобно и это стоит 15 баксов. В принципе, неплохо за такой огромный набор всего. У вас, как думаешь, сколько стоит? 8 долларов. 10 долларов плюс таксы. Не забывайте, что ко всему нужно прибавлять еще 8,5%, потому что здесь указывает цена без такса. Вау, вот это я очень люблю. Но мне это не надо. 7 долларов. Такой крутой лист. Вау, вот это лист. Реально. Я просто не могу вам передать словами, насколько я обожаю скупать все вот это. И да, я закончила университет, я не пойду в магистратуру. Мне, по сути, не нужны тетрадки, но я все равно буду покупать, потому что... Классно. Потому что, смотрите... Подожди. Так. Потому что я все еще видеоблогер. Я все еще должна для вас стараться организовывать свое время, поэтому я здесь обязательно себе что-нибудь отдаваю. Держи. Это степлер. Ооо, ты знаешь, что я люблю. 17 долларов. Смотрите, здесь заметки пишут. Это, наверное, ластики. Я умерла и воскресла. Это ластики, да? Я воскреслю все. 10 факсов за вот это? Это что? Это ластики, наверное, тоже. Нет, это не ластик. Black pen. О, мой гаош. Это черная ручка. А, фломастеры. О, кусечки какие, кусечки. Блин, хочется открыть. И все. With a pen. 10 долларов. Знаете, что самое обидное? Что 4 год... И вот это тоже обидно. Ай, сережки весят тонну. 4 года назад я здесь была, и курс был 32. То есть все, если переводить в рубли, было дешевле в 2 раза. Например, это стоит, допустим, 5 долларов. И раньше это стоило бы мне приблизительно 150 рублей. Что, в принципе, нормально для ластики-точилки. Но сейчас это стоит уже 300 рублей. И это просто кошмар. Обязательно мою бицуху вставь. И трицуху. Что я нашла? Тебе сколько, 8 или 21? 22 скоро. Скоро день рождения. Всем привет, друзья. Меня зовут Карина Каспарянцы. И сегодня у нас видео Back to School. Сегодня я вам покажу, что я буду покупать. Я иногда люблю кушать свой нос. Выбирает, выбирает. Это ластик в виде уха. Ты что, борцуха? Здравствуйте. Что ж такое другое? Че ты лежишь? Вставай, сейчас гости придут. А ты еще, блин, постель не убрала. Ты че, совсем что ли? Встань. Я люблю такие простые. А вообще я люблю, когда они линуются. Дизайн прикольный. Стоит 12 с половиной долларов. Подожди, а доллар это дорогая вещь? Все люди в наше время могут такие дорогие вещи, доллары, покупать. Да, 10 долларов стоит. Три блокнота маленьких. Три. Подожди, секунду. Подожди. Это мои покупочки с первого магазина, и сейчас мы пришли во второй. Люди вовсю готовятся к Хэллоуину, и здесь очень, очень много всего. Это все такое черное и оранжевое. Всякие кружечки, стаканчики, ведерочки, узики, гуки, блин. Аккуратно. Ой, аккуратно, боюсь, боюсь, убери. На этом глобусе можно писать страны, рисовать, где ты был, и таким образом заполнить ее. Блин, это то, что мне нужно. Жаль, что я не могу это увезти с собой. Почему ты не можешь увезти? Потому что это стоит 30 баксов. О, господи, офигеть, вот это себе штука. Мои ставки 60. Мои 70. 79 по 99. Я был близко. Сейчас я нахожусь в раю. Покажи им. Это куча стикеров разных, абсолютно розовые, нерозовые, для путешествий, для каких-то словечек, стикеров. На эту девочку посмотрите. Я реально здесь как раю. То есть это был бы твой рай? Ну, плюс-минус еще Макдональдс и не толстеть. Ну что, друзья, Карина никак не может успокоиться, и мы уже делаем, наверное, кругов 10 по магазину. Я дико хочу сесть, но здесь нет ни одного дивана, ни одного стула даже нету, чтобы сесть. Она бегает по магазину, знаете почему? Потому что я ей дал ровно 5 минут, через 5 минут мы уходим. Ого, уже 2 минуты прошли, смотрите. Зачем делать такой выбор стикеров? Вы что, тупые что ли? Чтобы девушки здесь зависали по 2 часа, это бессмысленное времяпровождение. Нельзя сюда пускать своих девушек, я не знаю, это вообще, что за место такое. Осталось 3 секунды, 2, 1. Все, пойдем, как я и обещаю. Пойдем. Ты знаешь, что время уже 6, Карин? Еще 7, да? Да. Ты здесь провела 2 часа, поздравляю. Я 2 часа ходил туда-сюда тупо. Все. Поздравляю. Так, ну, знаешь, типа не каждая сможет. Молодец. 58 долларов просто за тетрадки и стикеры 58 долларов. У меня один вопрос, ты нормальная? 60 долларов на тетрадки и стикеры? Да. Ты себе машину купил за 3 миллиона, хорошо? Не за 3. За сколько? За сколько, скажи? За 4. Вот и все. Наконец-то наш шопинг закончился. На это все ушло 2 часа. Для меня это был кайф, для Оске это была каторга. Первый пакет, не очень большой, из первого магазина, в который я зашла, World Market. Первое, что мне очень-очень понравилось, это такие хайлайтеры. Я не про косметику говорю, я про то, чем можно подчеркивать текст. Мне такое было необходимо. Они выглядят так классно, что я, ну, собственно, не смогла устоять. Как таблеточки. Pills, you know? И это стоило 10 долларов плюс 8 процентов таксы. Следующее, это, кажется, называется попсокеты. Когда моя сестричка Соня была в Москве, она очень хотела попсокеты, и я не нашла там ничего нормального. Но здесь мне очень понравился вот такой в виде пончика. Я уже себе тоже его купила и прицепила. Я купила ей такой попсокет, она живет в Октаву. Я купила ей еще кепочку Элла, и она меня просила здесь купить, и я это все отправлю. Здесь меня, если честно, подкупил дизайн. Не знаю, насколько мне эти штуки будут нужны, потому что они даже не клеятся. Это просто отрывная вот какая-то бумага. На самом деле в World Market я не очень много себе всего купила, потому что я знала, что здесь гораздо больше всяких констоваров. На мой взгляд, самая выгодная покупка на сегодня, это вот такой вот классный блокнот с пандочкой и сердечками. Потому что он всего лишь стоил 5 долларов, он был по скидке. И если там брать среднюю цену всех блокнотов, это 20-15, а вот этот стоил, представляете, всего лишь 5. Он здесь в линеечку, я думаю, что я оставлю его на, например, какие-нибудь идеи для видосов. У меня, конечно же, есть и так блокноты где-то в Москве, но когда ты покупаешь себе новый, начинается как будто новая эра. Сейчас он будет служить мне вдохновением для того, чтобы там что-то писать, какие-то идеи, какие-то свои мысли. Я не веду дневники, но для идей, для планов я обожаю всякое вот такое вот. Максимально выгодная покупка, тоже стоит 5 долларов, это альбом, в котором неразлинованные листья белые. Абсолютно для рисования, я полагаю. Здесь идеально было бы рисовать, но я не умею рисовать. Почему я его решила взять? Мне нереально удобно использовать белые листы, просто очень хорошего качества, такие толстые для того, чтобы там писать. Мне кажется, что мой почерк на них гораздо лучше. Мне кажется, что просто мысли как-то круто ложатся, когда ты пишешь на какой-то качественной крутой бумаге. Столько людей рядом со мной ходят. Я не знаю, почему я снимаю здесь видео, это так непривычно, но вроде справляюсь. Самое классное, я бы не купила ее за 15-20 долларов, но 5 долларов я подумала по скидке, значит я это беру. Не знаю, как я это увезу в Москву, все-таки она весит много, но почему нет? Когда я увидела ценник этой тетрадки, я сначала не поверила, поэтому я это взяла в корзину, на кассе проверила. Но когда подтвердилось, что это стоит 5 долларов, я побежала за такой космической тетрадкой. Она точно такая же стоит, тоже 5 долларов. И получается, что у меня две тетради, в которых я буду записывать какие-то свои идеи. Еще я не смогла удержаться перед вот такой вот мимимишностью. Здесь три маленьких блокнотика. Здесь еще 5 долларов. Здесь так много армян, мы просто сейчас в Глендейле, я не знаю, вы слышите, разговоры рядом, но отовсюду армянский язык. Здесь три маленьких блокнотика, которые по-разному организованы внутри. Давайте я их открою. Вот это теперь мой любимый дизайн, красиво выглядит очень. Здесь обычные белые листы. Здесь у нас вот такой дизайн. И это уже идет как планер. Здесь понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Еще есть место для заметок. Вообще, такой маленький ежедневник удобно с собой носить. И очень круто здесь все раздлиновано. Так что, в принципе, я думаю, что я буду его использовать до конца этого года. А потом куплю себе, наверное, другой. Но вообще, в целом, я за маленькие ежедневники. Потому что, когда ты знаешь, что тебе нужно носить огромный ежедневник, ты лучше его не возьмешь, чем тебе будет тяжело. И в итоге ты его не ведешь. Так что, идеальное решение. А здесь просто странно в точку. Просто точки. Зачем они нужны, я не очень такое понимаю. Я решила не набирать кучу стикеров, потому что я вспомнила, что я взрослый человек, и они тут дорогие. Вот такие вот три листочка с стикерами. Они очень модно смотрятся и по-взрослому. То есть, это нет у меня ощущения такого, что я купила себе что-то детское, что-то, что мне будет не нужно. Здесь классная штука. Мне сказала их купить Оске. Я такая думаю, типа, да, ты молодец, ты знаешь, что мне нужно. Это для того, чтобы привлекать внимание к каким-то особенным делам. Например, фотоаппарат. Я могу клеить в ежедневник вместо того, чтобы писать, там, сегодня у меня съемка видео, ля-ля-та-паля и прочее. Либо написать, что у меня съемка видео, рядом поставить этот фотоаппарат, для того, чтобы, ну, я могла по стикерам, короче, определять и так далее. Здесь не один такой листок, здесь их очень много. И это классно. А здесь немного другое, но тоже органайзер. Стикеры с надписью «Важна», «Напоминалка», «Не забудь», «Сделай это», «Ля-ля-та-паля». И маленькие списочки тоже есть. И вот это тоже мне безумно понравилось, именно по дизайну. Я не уверена, что мне, конечно, для моих целей нужны будут такие наклейки, но это так красиво выглядит. И последнее, что я себе взяла, это вот это. Я куплю себе мелки, повешу это куда-нибудь к себе в комнату, и у меня вечно будет висеть что-то, что может напоминать мне о каких-то важных вещах. И, возможно, в будущем здесь я сниму Draw My Life. Я давно уже, если честно, хочу такое видео снять, у меня, представляете, еще его не было. Но это потому, что я ждала какой-то определенной точки в своей жизни. И сейчас я закончила университет и переезжаю. Так что можно сказать, что это точка и новое начало. Поэтому ждите в ближайшее время. И кто знает, может быть, если здесь будет круто, я проверю. Я сниму это именно на этой дощечке. Ставьте лайк, кстати, если хотите такое видео. И на этом все. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, такое видео было вам полезно. И вы узнали, что могут себе купить американцы для каких-то своих дел. школьники, студенты, работающие люди. Ставьте лайк, если вам было это интересно. И пишите ваши идеи в комментарии, что бы вы хотели еще от меня из Америки или от ОСКО. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Мои сережки. Спасибо большое. Пока.